Приветствую вас, друзья! Я продолжаю экспериментировать и представляю вашему вниманию новую рубрику под названием «Игры с Кикстартера». В этой рубрике я буду искать самые интересные, на мой взгляд, игры с Кикстартера и, собственно, рассказывать об этих играх вам. И сегодня я вам расскажу об игре под названием «Хроники Эллирии», которая собрала почти миллион долларов. Это MMORPG-песочница в средневековом сеттинге, которая разрабатывается усилиями Soulbound Studios. Давайте я немного расскажу об особенностях данной игры и чем же она все-таки отличается от обычных MMORPG. И первая очень необычная особенность — это присутствие системы старения. Да, ваш персонаж будет стареть, и средняя продолжительность жизни персонажа — где-то 10-14 реальных месяцев. То есть вы представляете себе, как вы начинаете за какого-то юнца, и буквально за 10 месяцев на вашем лице уже появляется седина, и вы начинаете стареть. И, конечно, вскоре ваш персонаж умирает. Но при этом его душа сохраняется и возрождается в новом теле и с накопленными знаниями. То есть все, что вы изучили за жизнь одного персонажа, переместится в вашего нового. Вот такая вот удивительная особенность, но мы переходим к следующей. Игра основана на skill-based системе, в которой развитие умений зависит от того, какие из них вы используете. То есть, допустим, вы ярый какой-нибудь воин, используете все время одноручный меч, просто рубите все подряд и тем самым прокачиваете умения. Или же вы, наоборот, любите ковать мечи, здесь то же самое. Чем больше вы куете, тем выше ваш нам. Ну а сама система боя является экшен-ориентированной. То есть вам придется наносить точные удары, уворачиваться, заходить со спины и так далее. Также одной из особенностей данной игры является потребность в пище и воде. Словно в какой-нибудь выживалке, ваш персонаж рано или поздно захочет пить и также есть. Также игра использует довольно необычную систему оплаты. Сразу скажу, что игра будет не бесплатная, вам придется покупать так называемые искры жизни, чтобы ваш персонаж прожил очередную жизнь. То есть, например, вы покупаете такую искру за 30 баксов и живете своей жизнью 12 или 14 месяцев. Потом ваш персонаж стареет и умирает и снова придется заплатить деньги. Довольно суровая система, но в принципе за 12 месяцев 30 долларов не так уж и много. Было бы, конечно, плохо, если бы душа покидала тело при убийстве персонажа. То есть, допустим, вы только начали играть, пошли там погулять, на вас напали, убили. В итоге вы всего поиграли 20 минут и вам придется снова платить 30 баксов. Такого в игре нет. Душа покинет тело только при естественной смерти. То есть, когда ваш персонаж умрет от старости. Но все же при убийстве вашего персонажа максимальная продолжительность жизни будет слегка укорачиваться. Стоит также отметить хорошую графику в игре, отличную кастомизацию и также продвинутое управление персонажем. Можно даже кувыркаться как акробат. Вот такая вот MMORPG-песотница. Я бы с удовольствием поиграл в такую. Но дата выхода, к сожалению, неизвестна. Так что остается только ждать. А на этом мы закончим. Ссылка на Kickstarter страницу игры будет в описании. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.